Всем привет! Что-то сегодня нужно брутальное. Привет, это товарищ Сафронов. Это сегодня брутальный выпуск, потому что сегодня будут орки. Раз, два, три, четыре орка у меня сегодня. Вот такие пакетики с орками. Орки, орки, орки. Вархаммер наступил практически. На деле нет, на деле это фикс прайс наступил. Ну, наступил, как говорится, ну и наступил. Ну и бог с ним, с фикс прайсом, да, с орками. Ну ладно, хорошо. Так, посмотрим, такие вот пакетики. Действительно, в фикс прайсе появились от SS Toys. Странное немножко название, но это такие фейковые, различные, криповые, зачастую игрушки, полуподделки. И очень много сомнений насчет этой фирмы у меня есть. Мало того, я видел обзор у Широ, с канала Широ Гек Ворлд, моего друга, на другую серию. Там какие-то монстры были. Но, может быть, с орками все будет круче, все будет лучше. Они справились и сделали лучше. Посмотрим в этом видосе сегодня. Вот такие чуваки. У нас сегодня разные орки. Тут прямо на коробочке, ну, то есть на пакетике нарисован, который такой и должен быть. Очень крутой арт, очень крутой, мощный орк. И сзади нарисованы, вот, я тут не понимаю, только все, не все. Еще это и сборная модель, которая собирается, разбирается. В общем, красота вроде как. И коробочка, пакетик большой такой, там ощущается что-то внутри грандиозное. Надеюсь, будет круто. Ну, ладно, может быть, они исправились. Итак, RS, я не знаю, что это. Это RS, значит, что это вообще за серия, и к чему, и про что это. Скорее всего, это просто рандомные какие-то фигурки. Возможно, даже есть какие-то хорошие и качественные игрушки, а это просто их переделка. А может быть, нет, они сделали это с нуля. Сложно, сложно узнать. Давайте, ладно, вскрываем первого. Первого орка и... Бадыш! Бадыш! Внутри нет никакой бумажки, ничего. У нас вывалился зато меч орочи. Посмотрите, он похож, правда, на балку, на какую-то, но... Окей, допустим. И сама нога. Вот она. Ура! Ну, смотрите, нога орочи присутствует. Это уже хорошо. Ну, и также присутствует сам орк. О, боже мой! О, что мы здесь видим? Посмотрите, мы здесь видим зелёные его шарики. Под юбкой у орка можно рассмотреть его шарики зелёные. Понимаете? Вот такая у нас игруха. Собирается, вот, видите. Она не сборная, она разваливающаяся модель. Но в целом, в целом у нас вот такой огромный орк. В какую-то из рук можно дать ему его сабельку. Сабелька. Комарик. Вот такой, с такой вот сабелькой. И вот он. Вот у нас грандиозный наш вояка-рубака. Посмотрите на его лицо. Лицо орка. Давай, появляйся. О, боже! Они, конечно, наляпали краской. Ещё какая-то грязь тут. И что-то такое. Но это типа орк. Нормально? Это типичная жизнь орка. Повалялся в грязи. Там, поел грязи. Читал грязь. Спал в грязи. Ходил по грязи. И в итоге вернулся опять к грязи. Своим любимым делом. С грязью взаимодействовать. Детализация у фигурки неплохая. Но вот что-то с позой не так у нас. Как-то какие-то странные истории. Ну и вообще. Почему он так сильно заботится о своих ногах? Защищая, видимо, зелёные шарики. Что у него всё в железе, в броне здесь. И абсолютно голый торс. То есть он такой, знаете, такой... Руки... Ну, может быть, может быть, он просто как бы загорает. Может быть, он, знаете, вот... Он очень долго ездил на машине. А, нет, он в футболке летом ходил. А теперь он, чтобы равномерно всё загорело, он носит вот теперь такую одежду. Вот такой вот орк. Зелёный, кривой, креповатый и в грязи. Меня вот что смущает. И эта грязь явно не по задумке. Но сама фигурка прикольная. Здоровая, стрёмная, орочья фигурка. То есть орки в таком виде нормальны. Следующий у нас должен быть более такой эстетичный. Посмотрите, какой он. А тут написано, как их зовут? Нет, не написано. Просто орк номер два, допустим. Орк номер два. Следующий в очереди. Открываем. Кто же у нас будет? И это... У него нога, кстати, на месте оказалась. О-о-о-о, какой приятель. У него... А почему у него одна рука длиннее явно другой? Это такая фишка. Это слишком долго он держал свой меч этой рукой. Соответственно, она у него вышла мощнее, чем эта рука. Причём... Ой, эта рука у него вот так вот. Опять тут всё в грязи, в каких-то какашках. Я не понимаю. Мышинах, почему это всё так? А ещё он может нюхать свою подмыху. Смотрите. О-о-о, да! Сила орка. Голова. О, вращается, смотрите. Голова у него. Можно раз и развернуть, и не особо ничего не изменилось. У нас просто... Вот, у нас получился вместо орка какой-то ёж. Или типа какой-то сокол. Ой, тысячелетие. Рука. Одинаковые у них эти штуки? Нет, к сожалению. Нельзя поставить на место головы его руку. Ну, морда, конечно. Вы взгляните только на эту морду. Его реально перекорёжило всего. Что у него с челюстью? Она у него выпала. Орк с таной челюстью. Ну, потому что он себе в лицо бил, соответственно, рукой. Поэтому так и приключилось. Ну, вы посмотрите. Вот, давайте посмотрим. Ожидание, да? Вот у нас... Это как это называется? Это у нас реальность. А это где у нас замечательная картинка? Вот так он должен выглядеть. Вот это вот ожидание. А вот это вот реальность. Немножко отличается. Самую малость. Это вообще другой орк, между прочим. У него нету черепа на поясе. Да и морда другая, да и уши какие-то должны быть, да и оружие, и наплечник с другой стороны. Я не понимаю. То есть, они решили особо сильно не заморачиваться. У них потратили все деньги на художника, соответственно. Плюс посмотрим, как он держит свою палку. Он такой, типа, что с ней не так? И он бьёт себя в лицо, короче, этой палкой. Главное, что он может делать с ней. Вот. И так руку вот эту вот разводить или назад. О, он может чесать себе, смотрите, копчик. Такой. Задумчивый орк такой. Ноги, правда, вот вращаются зачем-то, чтобы вот такую позу можно было принять, например, орчью. Вот такую. Одна из самых глупейших игрушек. То есть, они вроде выглядят прикольно, но их подвижность и их уровень создания, и вообще их исполнение просто невероятно криповый. Давайте к следующему перейдём. Вот у нас такой мудрый, мудрый крикун, арун, такой, эй, где моё качество, кричит он. Открываем и смотрим на него. Так, ооо, у него тут, смотрите, скат. Или этот, знаете, как это называется, самолётик. Самолётик он запускает. Давайте посмотрим, кто же у нас запускает самолётик. О, ха-ха-ха! Круто, какой у него классный, какой у него классный взгляд, посмотрите, проникновенный. Он просто всё осознал. Не зря орки — это грибы, да? Не зря они как бы... Это те орки, которые не до конца, по-моему, превратились в разумных чуваков. Скорее, это больше просто грибы. Опять же, образ честно чем-то похож. Вот, смотрите, у него даже есть плащ. Ой, он даже может его снять. И у него образовалась, смотрите, полупрозрачная дырка, в которую можно... Фонарик было бы вставить. Чё это они махнули? И такие дырочки получились. Да. Зачем-то нам сделали его сборным-разборным. Руки разбираются, собираются. Думаю, это сейчас проверим. Попробуем пособирать, поразбирать. Эти ноги также. У каждого орка есть свои зелёные шарики под его накидкой. Всё понятно. И, соответственно, вот такой орк. А его можно... Располовинить-то как-то вроде... Оооо, дааа! Давайте теперь взглянем на этого чудо орка! Господи! Никто ещё никогда не унижал орков так, как СС Тойс. Это действительно тяжёлая судьба для орков. А, о! Смотрите, ноги можно местами, по-моему, поменять. Вот это разве что можно сделать. Зачем было указывать, что он сборно-разборный? Сделали его бы действительно разобранным. Тогда можно было бы хотя бы как-то оправдать эту тему тем, что собрал-разобрал орка. И четвёртый, давайте, последний наш приятель. Потом мы начнём экзекуцию. Посмотрите, какой он такой. Чё, ты зачем меня покупаешь вообще? Потрать деньги на газировку или на антисептик для ручки. Так, вот, о, этот у нас защитник. Он потерял свою... Опять, смотрите, у него здесь должна быть типа вот такая штука, но... А ещё какая-то грязь от них. Смотрите, это просто вот у меня коврик испачкался от этих орков. И вот это у него тоже классный, смотрите, внешний вид. Вот такой орк. Реально он такой, орк-бабушка. Ой-ой-ой, ты шапку надел? Шапку надел? Шапку надел? Надел шапку, шапку надел? Надел? А в чём он измазался? Я не понимаю. Он что, ел сметанку? Или что с ним случилось такое? И у него, смотрите, щит аж болтом здесь засверлен. И... Не даётся ему щит в руку. Давай. Классно. От кого он защищается? От дождя. Нюхая подмыху опять. И такой, ух, этот дождь, меня люблю. Косой дождь ещё и не прямой. Что? Зачем? И почему? Ну вот так вот. А так даже не получается. Не, нормально. О, о. Такой. Хоба, я в домике. Хоба, я в домике. Всё. Я такой, ух, кручу-верчу своим рукой могучей. Вот. Дождик. Вот. Такой. Ммм. Мойч. Хе-хе. Я не могу. Такие они угарные, эти орки. Вроде, понимаете, всё неплохо, но не настолько непродуманная, недодуманная фигурка, что просто какой-то кошмар. Вот у нас такая получилась компашка. Компашка из орков. Классная или нет? Нет, как вам они? Пишите в комментариях, как вам эти орки вообще? Интересные они вам или нет? Классные или нет? Давайте попробуем поменять вот руку. Возьмём вот эту руку. И вот эту руку от вот этого орка. Ой, сейчас будет как смешно. О-о-о-о. Класс. Вот это да. Вот это я понимаю орки. Вот это орки-горки. Орки-морки. А это что, две одинаковые руки, что ли? Нет, похоже просто. Ну вот это вот классное, да? А давайте вот так сейчас ещё вторую сделаем. А вторая будет вот эта вот рука. Можно же другую руку дать. О! Ну вот у орк, ну вот так он. Хова! Зарядку делает. Ну вот эта вот рука у него получилась отличная, да? Причём у кого-то она нормальная рука, а у кого-то нет. То есть вот этому нормально дать эту руку, вот этому нормально дать эту руку, хотя они плохо держатся. А можно ли вместо рук, допустим, давайте сейчас мы его разберём и сделаем его рукоруком вначале. О-о-о, смотрите. Рукорук получается. Так, возьмём вот эту руку, допустим, а вот эту руку возьмём. И сделаем рукорукного орка. Классный какой! О! Ух! Ух такой, смотрите. Уть! Уть-тью-тью-тью-тью-тью-тью-тью! А теперь сделаем ногоногного орка. Сейчас мы оторвём ему ножки, снимем ему его юбчонку. Так, и теперь вместо всех рук дадим ему немного ног. Потому что, по идее, так можно сделать, да? И мы этим воспользуемся. Вот эту ногу сюда дадим. Вот так, вот эту ногу сюда дадим. Но пусть он у нас будет наган. Нагана! Вот такой вот. Вот это да! Вот что можно делать с этими орками. Просто качество, просто великолепное. Они ещё, по-моему, по 100 рублей, эти орки. Даже, нет, не по 100 рублей, по-моему, 55 рублей. Сейчас я не помню. Фикс прайс орки, фикс прайс. Попробуем найти. Орки, орки, фикс прайс. Прайс. Ищем. Орка. На сайте фикс прайс. Фигурки орки. Вот так и называется. Сейчас вот, слава богу, можно посмотреть. И они. Написано, что орк рус стиль называется. Оркой. Но написано, что в наличии нету. Доступны и недоступны. Почему? Я не знаю. Поэтому не могу вам сказать точно, что с ними не так. Но мы получаем в итоге вот такую вот фигню. Даже если они стоят 55 рублей, то за 55 рублей можно купить в том же фикс прайсе что-нибудь поинтересней. Для этого смотрите мой канал. Много обзоров на фикс прайс. Сейчас выходит такая у нас фикс прайс неделя. Марафон фикс прайс. Потом будут еще другие игрушки. Ставь лайк, если хочешь больше разных игрушек. Трэшовых и, может быть, вредные игрушки. И тогда ролик такой выйдет. На этом все, друзья мои. Пока-пока. В целом, вот получился такой видос очень странный. И SS Toys опять подтвердили, что покупать их не стоит. Но если вы купили, ничего страшного. Это не самые отвратные игрушки. Просто они какие-то туповатенькие. На этом все. Пока, ребята. С вами был товарищ Сафронов. Всем удачи.